Инициатива Алехина будет реализована. Напомним, накануне депутат Государственной Думы от КПРФ выступил с предложением освободить от мобилизации отцов троих и более детей. Поправка была рассмотрена и частично удовлетворена. Свою инициативу первый секретарь Омского обкома КПРФ и народный избранник российского парламента составил после многочисленных обращений россиян на его имя. Депутат предложил не мобилизовать тех, у кого на иждивении три и более детей до 18 лет. Ранее закон предусматривал освобождение от участия в военных действиях тех, у кого на руках четверо и более несовершеннолетних. Вопрос обсудили на закрытой встрече депутатов Госдумы с замминистра обороны Николаем Панковым. По словам Андрея Алехина, представитель профильного ведомства пошел навстречу, однако снизил возрастной порог находящихся на иждивении. Призыву не будут подлежать отцы детей до 16 лет. В данный момент законопроект отправлен в регионы на заключение по ускоренному регламенту. В течение двух недель после окончания утверждения нормативный акт должен начать действовать. Я считаю, что многодетные семьи в период частичной мобилизации трогать нельзя. Все-таки мы должны думать о демографии, потому что проблем в многодетной семье гораздо больше, чем в других семьях. Я в определенной степени удовлетворен. То есть мое протокольное поручение, которое мы подготовили с Олегом Николаевичем Смолиным и которое активно потом продвигала Нина Александровна Астанина, на сегодня частично, но не в полном объеме, но в основной части оно все-таки реализовано. Также в ходе закрытого заседания сообщил Алёхин депутаты и представитель Министерства обороны обсудили целый ряд проблемных вопросов. Среди них действия военкомов некоторых регионов по призыву отцов многодетных семей даже в обход действующего закона. Вслед за обсуждением в указанные субъекты были направлены четкие указания по ограничениям призыва и возврату ошибочно мобилизованных граждан. Буквально сразу, уже с благодарностью к Андрею Алёхину обратились десятки российских семей.